МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. О самых важных событиях дня расскажу вам я, Юлия Постриганёва. Смотрите в выпуске. Горячая вода у нас совсем не горячая вода. Решать на месте. Жители Красноармейска обсудили коммунальные вопросы с представителями администрации округа. Сорта все сладкие, крупные и с хорошими органолептическими свойствами. Дачникам понравится. Открыли дачный сезон. Как правильно выбирать, сажать и ухаживать за растениями? Расскажут и покажут в питомниках округа. Учёные доказали давно, что хоть одну минуточку на шум молчит, идёт оздоровление. Для здоровья, тела и ума. Жители Пушкинского осваивают древнюю китайскую оздоровительную практику Цигун. Об этих и других новостях прямо сейчас. В Пушкинском идёт активная подготовка к самому значимому для нашей страны празднику – Дню Великой Победы. В преддверии 9 мая в округе проходят концерты, памятные возложения и патриотические встречи. Большое внимание и волонтёрам, которые сегодня помогают, участникам специальной военной операции и семьям мобилизованных. У одной из групп неравнодушных жителей появилось новое помещение для сбора гуманитарной помощи. В решении вопроса помог глава округа Максим Красноцветов. Подробности у наших корреспондентов. Волонтёры группы Ивантеевка «Неравнодушные ЗЭД» благодарят главу округа Пушкинский Максима Красноцветова за помощь с предоставлением помещения. Ещё совсем недавно они ютились в комнате консьержа обычного жилого дома. Там принимали гуманитарную помощь, сортировали, её отправляли. Благодаря отклику главы волонтёры смогут продолжить своё доброе дело в пространстве в центре города. На центральном проезде 14. Глядя на таких людей, ты понимаешь, что наше общество, оно действительно консолидируется, оно неравнодушное и очень много порядочных, глубоко порядочных людей. Хочется сказать слова благодарности, конечно, людям, неравнодушным людям, которые занимаются этим. Слава благодарности предпринимателям, потому что очень многие люди помогают. Помогают чем могут. Кто-то финансово, кто-то тем, чем занимается. Глава добавил, дело волонтёров неоценимо. Помимо сбора помощи, они одними из первых стали плести маскировочные сети для бойцов СВО, лить свечи, делать рожек, сухой душ, носилки. И в зависимости от сезонности, и определяя приоритеты бойцов, отправляем на фронт с волонтёрскими группами дружественными, с организациями, ивантеевскими в том числе, и наши адресные посылки бойцам Пушкинского округа, мобилизованным и добровольцам. В новых помещениях есть где развернуться. Много стеллажей. Впрочем, посылки с помощью долго в пункте не задерживаются. Эти, например, совсем скоро отправятся в Красногорский госпиталь. Там сейчас проходят лечения, раненые из Луганской республики. Им волонтёры повезут всё необходимое, а после выписки помогут вернуться домой. Приносить гумпомощь по новому адресу можно ежедневно с 12 до 16.00. Продолжат работу и другие пункты сбора. Подробнее обо всём можно узнать в группе в Телеграме «Ивантеевка. Неравнодушные.З». Наверняка в новом пространстве направление волонтёрской деятельности ещё расширится. Новый формат общения с жильцами многоквартирных домов. Заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Екатерина Насачёва приехала в Красноармейск, чтобы лично разобраться, какие вопросы волнуют жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в микрорайоне Северный. Мария Лихобабенко расскажет подробнее. Больная тема такая. Горячая вода. У нас вообще, скажем так, совсем не горячая вода. Температура, ну, может быть, молочного поросёнка. Далеко идти не надо. Все вопросы решаются сразу на месте. На последнем форуме «Управдом» в Красноармейске жители попросили, чтобы представители администрации округа чаще проводили подобные встречи. Их нужно делать для того, чтобы оперативно искать решение проблем, которые так волнуют людей. И вот прошла первая встреча в формате выездной администрации. Так как большинству неудобно приезжать на приём в Пушкино, мы решили вот в таком формате проводить выездные встречи. Пригласили сюда представителей управляющих компаний, кто обслуживает ближайшие дома, и ресурсоснабжающую организацию тепловодоснабжения. В Красноармейск приехала заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Екатерина Насачёва вместе с уполномоченным и руководителем территориального отдела по Красноармейску. Комиссия собралась, чтобы пообщаться с жителями. В основном поднимали вопросы в сфере ЖКХ облагоустройства, ремонта дорог. Но больше всего обращение было по водоснабжению. Некоторые жители пожаловались, что у них нет горячей воды. Вопрос сразу адресовали представители ООО ТВС. Почему тогда молодой человек должен обращаться в управляющую компанию, чтобы управляющая компания выходила, это не их участок ответственности. Соответственно, я предлагаю всё-таки этот вопрос перенаправить непосредственно ООО ТВС. И ООО ТВС, как ресурсоснабжающая организация, вместе с управляющей компанией этот вопрос решает. Проговорили, каким образом будет проходить подготовка к следующему отопительному сезону. Все вопросы жителей были зафиксированы и приняты в работу. Теперь в планах проведения подобных встреч ежемесячно. Мария Ильхабабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Май – традиционное время дачной активности. Длительные выходные, хорошая погода стимулируют открытие дачного сезона. Как правильно выбирать, сажать и ухаживать за декоративными растениями и саженцами, чтобы они радовали владельцев приусадебных участков. Алина Рогожина интересовалась у специалистов пушкинского питомника. Специальный туман для увлажнения воздуха и растений, лампа для досвечивания рассады, а также автоматическая система полива. Современные технологии ухода за рассадой используют в пушкинском питомнике декоративных растений. Более 400 декоративных и более 100 плодовых растений разного вида, от самых маленьких до больших пород, представлены на 60 гектарах земли. Мы находимся в одной из теплиц. Здесь представлены плодовые растения. Яблоня, груши, вишня, черешня, черевишня, дюк, так называемые, и остальные виды растений. В этом сезоне у нас представлено более 8 сортов колоновидной яблони. Яблоня отличается тем, что не занимает много мест на участке, обильно плодоносит, дает хороший урожай. Сорта все сладкие, крупные и с хорошими органолептическими свойствами. Дачникам понравится. Питомник работает с 1939 года и является одним из старейших предприятий декоративного садоводства. В садовом центре можно приобрести как растения для озеленения парков, скверов и создания ландшафтного дизайна, так и для обычных дачных земельных участков. В питомнике представлен большой ассортимент разных видов растений. Это кустарники, хвойные растения, рассада многолетних и однолетних цветов, а также обычные и декоративные деревья. Чтобы хорошо прижилось, зависит правильность посадки. То есть, когда привозят на участок, сначала готовят посадочное место, посадочную яму, то есть вырывают ее, делают подготовленный грунт, закладывают. И в момент посадки уже на подготовленный грунт выставляют дерево прямо вместе с пакетом. И пакет срезают уже в самой ямке посадочной. И тогда ком сохраняется у нас. И корневая система не разрывается, не рассыпается. В общем-то, вероятность, что приживется, равна практически 100%. В питомнике каждый дачник может не только приобрести растения, но и узнать о правилах ухода за ним. А именно, как правильно выбирать саженцы, выращивать рассаду, а также сажать и поливать деревья. Первый полив идет самый обильный, чтобы земля была максимально насыщена влагой. Земля должна быть в виде кашицы получаться. Соответственно, когда кашица, надо обязательно каждое дерево подвязать к опоре. Без подвязки дерево может просто ветром опрокинуться. Как утверждают специалисты, сейчас самое время высаживать деревья и кустарники. Поэтому именно в этот период в питомнике стремится большинство дачников, которые не только приезжают сюда выбрать растения, но и насладиться красотой и разнообразием растений. Когда у нас появляется дом, мы все увлекаемся тем, чтобы вокруг него было очень красивое место. И это удивительно и увлекательно смотреть, когда ты видишь, как маленькое растение становится все больше и больше. Как твоя фантазия относительно того, что здесь был маленький куст, он преображается и становится тем, что ты когда-то задумывал или наоборот не становится. Это огромное удовольствие. Алина Рогожина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Жители Пушкинского осваивают древнюю китайскую оздоровительную практику – цигун. Занятие проходит в Доме культуры «Юбилейный» в Авантеевке под руководством инструктора Всероссийской Федерации «Цигун». Считается, что цигун помогает обрести и сохранить здоровье, жить долго и в гармонии с миром. Кому окажутся полезными эти комплексы упражнений и как они влияют на здоровье? Жанна Лавянникова знает ответ. Вот это все мягкое, плавное движение. А мы вышли, и те, кто у меня нравятся участники, они все будут нам подтвердить, что они зарядились энергией. Современный человек чаще заряжает свой телефон, чем себя. То, что происходит на занятии цигун, инструктор Наталья Колесникова объясняет с помощью простого образа с гаджетом. Участники также наполняются энергией. Происходит это с помощью движения, дыхания и работы с разумом. Все это и есть цигун. Под движение подстраивается дыхание, оно делается более медленным. Наступает успокоение, разум успокаивается. Уже ученые доказали давно, что хоть одну минуточку наш ум молчит, идет оздоровление. Те, кто практику попробовал, оздоравливающий эффект уже почувствовали. Надежда Никитина пришла на занятия пару лет назад с целым списком хронических заболеваний. Я пришла сюда пять лет назад, имела кучу хронических и прочих заболеваний всяких. Большую-большую гору таблеток. Слава Богу, все уже позади. Таблеток меньше, наверное, раз в 20. Хронических заболеваний тоже, они куда-то постепенно все улетучиваются. На этом мастер-классе в честь Всемирного дня Тайдзы и Цигун представители активного долголетия, клуба «Ахилле», сообщество «Феникс». Федерация объединяет уже 22 региона, а универсальная практика подходит людям любого возраста. Пресс можно качать, все это хорошо, если ты после этого позанимался Цигун. Потому что можно мышцу закачать, заблокируется где-то канал, и мы не знаем. В Ивантеевке всех желающих приглашают в ДК «Юбилейный». Здесь вас научат работать с энергией Цы, расскажут о 50 видах дыхания и многом другом. Жанна Лавяненко, Евгения Федорова, Александр Корнеев, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. Этот сезон стал одним из самых сильных в первенстве округа по мини-футболу. Финальные игры прошли в минувшие выходные. За кубок боролись две команды. Итоги встречи в нашем сюжете. Это финальный матч Кубка Пушкинской футбольной лиги по мини-футболу. Чемпионат проходил на вылет по олимпийской системе. В этот день за победу во дворце спорта Пушкина боролись сильнейшие команды «Связист» и «Новая деревня». Чемпионом Кубка ПФЛ стал «Связист». Он одержал победу со счетом 5-1. Как отмечают организаторы, это первенство стало одним из самых сильных и красочных. По уровню чемпионат был настолько сильный, что у нас приезжали чуть ли не действующие игроки сборной России по мини-футболу, которые закончили. У нас такие команды были сильные в Суперлиге. У них было 6 команд в Суперлиге сильнейших. Это «Инвестстрой», «Динамо Оилл», «Связист-2», «Связист», который сейчас играет в финале Кубка. Первенство округа по мини-футболу охватило как взрослых, так и детей. В каждой группе было по 17 команд. Приезжали мастера, ребята смотрели их игры и набирались опыта. Но вот сезон по мини-футболу подошел к концу. Все игроки собрались на торжественное награждение. Чемпионом Суперлиги стала команда «Инвестстрой». В высшей лиге дизайн окно. У детей по результатам первенства среди команд в возрасте от 8 до 9 лет, а также с 10 до 11 первое место у ФСК Пушкина. У команд в возрасте от 12 до 13 лет победа досталась «Динамо Пушкина». Первенство проходит уже давным-давно, но под эгидой Пушкинской футбольной лиги первенство проходит в первый раз у нас мини-футбольное. Сейчас планируется провести также под этой эгидой и 8 на 8 чемпионат, и 11 на 11. Теперь впереди летнее первенство мужское, детское и в планах организация женского и ветеранского чемпионатов. Мария Ильиха Бабенко, Владимир Овсянков, Яков Глейзер. Новости Большого округа. В нашем округе стартовал областной проект «Театральный поединок». Это всероссийская театральная игра, своеобразный баттл, участниками которого выступают творческие коллективы из разных городов. На площадке Пушкинского музыкально-драматического театра встретились две команды детского драмтеатра «Бархат» из Авантиевки и театра «Махаон» из Мытищ. За поединком двух команд наблюдали наши корреспонденты. Впервые волонтеры городского округа Пушкинский принимают у себя в музыкально-драматическом театре необычное мероприятие – театральный поединок. На импровизационном ринге встретились две команды – детского драматического театра «Бархат» из Авантиевки и театра «Махаон» из городского округа Мытища. Поддержать всех участников пришла заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Елена Паньки. Сегодня хочется, конечно, пожелать всем ребятам удачи, зарядиться всем позитивом, хорошим настроением на все майские праздники, ну и, конечно, всем ни бога ни пера. Я это буду видеть впервые. Для нас это новый формат, для нас это тоже будет какая-то изюминка, новый формат проведения мероприятия у нас в музыкально-драматическом театре. Очень приятно, что выбрали именно нашу площадку для этого. Были несколько площадок представлены, но выбрали именно музыкально-драматический театр, потому что такое притяжение искусства. Мы всегда рады сотрудничеству. Всего в соревнованиях принимали участие 10 ребят. В каждом коллективе было по 5 человек. Команды соревновались за выход в следующий этап. Театральный поединок проходил в жанре актерской импровизации. Он состоял из пяти раундов, у каждого из которых были свои критерии, правила и рекомендации. Ребята всегда не только на сцене, но и в целом в проекте они тренируют свое внимание, тренируют воображение, подключаются к каждому раунду, креативят. Ребятам в целом очень интересно в проекте. А здесь вот они выходят на сцену, и они здесь и сейчас интересны, потому что они не знают, что их ждет. Они каждый раз проявляют себя. Вот здесь я такой, я настоящий, я иду от себя, я импровизирую, я творю. И это вот интересно смотреть, когда они проявляются такие, какие они есть. Во время выступления команд жюри обращало внимание на внимательность, воображение, актерскую выразительность и погружение в предлагаемые обстоятельства. Каждый участник старался слышать и слушать своего партнера, а также эмоционально взаимодействовать с ним. Мы надеемся, что это мероприятие принесет нам огромный опыт, и, конечно, ребятам стимул, чтобы они дальше занимались этим замечательным делом. Театральной деятельностью. И вот в этом именно проекте мы учимся театральной импровизации. Конечно, ребята знают, что это такое, но здесь мы более развиваемся в данном направлении. Это очень здорово и замечательно. Спасибо этому проекту. Зрители громко аплодировали и поддерживали все коллективы. А кто-то даже пришел с огромным плакатом с названием «Любимые команды». Каждый участник привнес в театральный поединок частицу себя и своего собственного мира и подарил зрителям море положительных эмоций, настоящее театральное представление. Алина Рогожина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Экологично значит экономично. Как экономить и не загрязнять природу? Как заботиться о природе и получать финансовые бонусы? Об этом мы расскажем вам в шестом выпуске программы «Экопушкина». Советы на каждый день. Как экономить и уменьшать свой углеродный след? Заботиться о природе и при этом получать бонусы в виде денег. Неплохо ли? Об этом и поговорим сегодня. Вы смотрите рубрику «Экопушкина». В этом выпуске я хотела бы рассказать о том, как экопривычки экономят бюджет. Но хочу напомнить, что в экологичном образе жизни экономия не является самоцелью, а просто приятной побочкой. Переход с перепотребления до осознанности. Когда получаешь удовольствие не от покупок и новых вещей, а от других моментов жизни. Погулять с детьми или покататься на велосипеде – все лучше, чем смотреть на витрины в торговых центрах. Я расскажу вам несколько экосекретов, которые помогут сэкономить деньги и не вредить природе. Запоминай или записывай. Сказать спасибо можно лайком. Экономить электроэнергию, уходя гасить свет. Об этом мы знаем с детства. Для начала стоит сменить лампочки Ильича на энергосберегающие. Потребление электроэнергии уменьшится минимум в пять раз. А значит, и газовые выбросы в окружающую атмосферу, происходящие при производстве электроэнергии, также уменьшатся в разы. Но стоит помнить, что лампы эти утилизировать надо отдельно, как опасные отходы. В общий контейнер выбрасывать нельзя. Отключать электроприборы, если вы ими не пользуетесь. Это еще и безопасно с точки зрения защиты от пожара. Никаких зарядок от телефона, оставленных в розетке. Выключать свет в тех помещениях, где не находитесь. Экономить воду, принимать душ, а не ванну. Не включать воду, когда чистишь зубы или в душе намыливаешься. Можно поставить аэратор. Это такая насадка на кран. Она распыляет водяную струю. Экономит до 30% воды. Зависит от модели устройства. Желательно поставить посудомоечную машину. Она тоже экономит воду и главное наше время. Ведь женщина в семье нужна не для того, чтобы исполнять функции посудомойки. Что касается воды, питьевой и бутилированной. Покупать фильтр на воду выгоднее, чем пятилитровки. Фильтр стоит 300 рублей и хватит месяца на два. Маленькие бутылочки стоит заменить многоразовой бутылкой. Воду можно брать с собой. Ее можно попросить наполнить в кафе или взять в кулере в офисе. Также очень полезный навык брать с собой еду на работу. В этом есть много плюсов. Вы всегда знаете, с чего она приготовлена и как. Это незаменимый вариант для тех, кто следит за колоражем и полезными нутриентами. Или придерживается диеты. Бизнес-ланч в среднем может обойтись 400 рублей. Домашняя еда дешевле. И при этом нет ненужной упаковки, если вы заказываете еду в офис. Выгодно покупать продукты большими объемами. И экологично тоже. Так будет меньше упаковки и лишний раз ходить в магазин не надо. А когда вы идете в магазин, всегда хочется что-то лишнего взять. Чаще всего вредного и ненужного. Пакетная экономика или как экономить на пакетах. Я по себе сажу. Я хожу в магазин в среднем 4 раза в неделю. Средняя цена пакета около 8 рублей. В итоге примерно 130 рублей в месяц. Одноразовый шоппер стоит 30 рублей. И как показывает практика, года два он точно проживет. Отсюда же следующий принцип. Покупай овощи и фрукты на развес в эко-мешочке. Фасованные в том числе в подложку из спененного полистирола. Это не только дороже, но еще и неперерабатываемый материал. Вредный для здоровья. Секонд-хенд вместо торгового центра. Да, там не вещи с покойников и не гранжевая рванина, как считают многие. Там вполне приличные и эксклюзивные варианты из богатых европейских стран. Выгоднее покупать товары БУ, обратиться к ресейл-платформам. Если вы хотите приобрести брендовую вещь, там она может стоить наполовину дешевле. И к тому же в таких проектах тщательно проверяют подлинность. Купить паль на маркетплейсах или совита больше шансов. Можно сдавать вторсырье и этим самым экономить. Например, сдавая макулатуру, можно получить около 14 рублей за килограмм. Алюминиевые банки, металл. Также можно продавать радиодетали и старую технику. Где в платах может быть полезный металл. Объявления ищите в газетах. Можно участвовать в эко-акциях и получать бонусы. Например, за сдачу собиратору дают 50 рублей во вкусвели. В фундаментах Глобуса можно получить бонусы на карты этого магазина. Мелочь, но, как говорится, приятно. Почините и перешить дешевле. Ищите мастерские и ателье, дома быта. Техника, одежда и обувь может обрести вторую жизнь. Отдать всегда успеется. Напишите, какими способами экономии вы пользуетесь. На этом у меня все. Увидимся через две недели. И о погоде на завтра. В пятницу, 5 мая в Пушкинском синоптике обещают солнечную погоду. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 11 градусов, а ночью будет плюс 2. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграмме. Также подписывайтесь на наш канал на Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. Команда нашей телекомпании рассказала вам о наиболее заметных событиях этого дня. С вами была Юлия Постриганева. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова